всем доброго времени суток как обычно сейчас мы будем шаманить жидкую питательную среду жидкая питательная среда будет отличаться от твердой питательной среды что жидкую мы не будем добавлять агар и будем выращивать дальнейшем мицелий на жидкой среде вот таких флаконах для того чтобы это сделать нужно иметь обязательно раствор с клетками мицелия вот такое дело смотрим что у нас здесь происходит видно что они здесь размножаются но не настолько активно как бы нам этого хотели значит это все происходит из-за того что это объединенная питательная света в этом флаконе поэтому мицелий там живет неоднократно делали из пересела на пробирке и уже выращивали из этого гриба мицелий получается на жидких следах намного сильнее намного лучше чем пересевы агарного мицелия поэтому сейчас работаем вот больше с жидкими следами так за основу мы берем предварительно подготовленный раствор это отвар опилок я взял пшеницу на поле питательное вот осадок там оставим вот основу отвар пшеницы с опилками материал там производства мицелий где-то плейлисте есть как это делается все делается то же самое только только мы не будем добавлять сюда агат будем делать так нам нужно будет добавить сюда был довольно таки обогащенную питательную среду делать чтобы там грибам было мягко говоря грубо выражаясь что похавать поэтому мы добавим туда много питательных веществ для того чтобы не у нас там хорошо как сохранялись жили и развивались так скрываем флакон это раствор глюкозы 50 миллиграмм на 200 насколько там ну в общем 0 5 процентов вот и на эту штуку спиртом мицелия так где-то нам стиль где-то почище так этот флакон мы дальнейшем будем использовать мы набираем один шприц это 20 этот флакон дальнейшем будем с глюкозой использовать для хранения мицелия на такой обедненной среде нам этого хватает уверено что на такой среде мицелий хранится на протяжении года сохраняет свою жизнеспособность то есть велика вероятность том что на протяжении и 10 и 100 лет этот мицелий будет в этом флаконе это довольно таки удобный способ хранения вообще мицелия его не нужно лишний раз пересевать он сам себе понемножку там размножается ну добавим сюда это пол-литровая емкости значит получилось два шприца это приблизительно 50 миллилитров мы добавили сюда 5 процентную глюкозу и и и и и что там у нас остается сюда для объединенной питательной среды нужно добавить еще физраствор это делается для того, чтобы немножко исправить концентрацию осматического давления самого вот этого раствора осмолярность играет очень важную роль в жизни клетки если осмолярность будет высокой в самом растворе, то жидкость движется в сторону высшей концентрации и получится, что вода из клетки выйдет во внешнюю среду и клетка не сможет жить и размножаться если осмолярность раствора будет ниже, чем осмолярность внутри клетки то жидкость наоборот будет двигаться в сторону внутри клетки, клетку просто разорвет и она не будет храниться для этого этот раствор делаем компонированный добавляем в него еще физраствор сюда мы добавили два шприца 50 и еще по половине, грубо говоря, 60 мл я думаю, это будет достаточно теперь добавляем вот этот наш отвар хотелось бы, чтобы эта среда получалась прозрачной сам отвар очень темного цвета и он трудно будет контролировать или там визуально как-то оценить рост, придется его просто пересевать здесь мы видим, что бульон этот получился довольно-таки прозрачный, как видите особо ценных измерительных приборов я для этого всего не использую потому что в основном все делается делается все интуитивно многие критикуют, что на роликах я часто густо давай быстрее, что-то медленно все размышления как-то идут просто понимаете, что то, что я делаю, я делаю на уровне понимания для того, чтобы мне это изложить из области знаний то есть для того, чтобы вы понимали мне нужно понимание разделить аналитически на какие-то части чтобы это выразить на уровне знаний к примеру, это просто объясняется если вам задать вопрос, для чего вы чистите зубы каждый день вы никогда не задумаетесь, просто это делаете а вот объясните, зачем вы это делаете а снимите еще об этом видео зачем чистить зубы и вот вы тогда поймете что такое понимание, а что такое знание вот, ну умному достаточно и вот в принципе все мероприятие немножко глюкозой мы обогатили этот раствор к сожалению, он не получился все-таки таким прозрачным, как бы хотелось в нем трудно будет различать рост но я думаю, можно будет вот так вот пробовать там в кадр не попадает можно будет пробовать как-то на тонком срезе ну, делается это впервые давайте вместе понаблюдаем за тем, что будет происходить дальше вот все, что нужно было сделать эти колпы готовы к процессу стерилизации в дальнейшем сам процесс инокуляции происходит крайне просто вот с жидкими средами работать очень легко мы берем из этого флакона какое-то количество какой-то, ну сколько там, например 5 мл возьмем этого клеточного раствора и несем в этот раствор, но вообще относительно в этом случае такое кашу маслом не испортишь вот тот случай, когда можно кашу маслом не испортить то есть ясно, если мы дадим большое количество клеточного материала он будет расти намного больше, но качество его будет тогда намного ниже лучше, если взять совсем небольшое количество это несколько клеток попробовать выловить отсюда ну так несколько не получится их тут просто миллиарды но взять очень небольшое количество где-то полмиллилитра и вот этим раствором и вот этим раствором инокулировать вот эти флаконы и вроде бы все дальше осталось эти флаконы аккуратно отправить в автоклав их проавтоклавировать ну и в дальнейшем манипуляция очень простая вы видели как работа с пробирками там у меня есть материалы тут очень длинная такая похожа на двадцатку пробирку она прогревается над спиртовкой аккуратно шприцом дается сам материал закрывается пробкой и в дальнейшем наблюдаем что будет происходить вот на этом и все желаю вам всего наилучшего дерзайте и никогда не бойтесь экспериментировать с вами был Макс Аль Макс Аль